Сейчас с нами на связи Марк Фейгин, российский политический деятель, адвокат. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать. Хотели с вами вот обсудить это задержание в Крыму. Пел песню в своей машине и дискредитация российской армии. Как это вообще можно связать и что теперь может грозить этому мужчине? Ну, во-первых, там нет проблем насчет связать. Вы-то все исходите из некого нормативного подхода, да. Это статья, диспозиция, санкция, квалифицирующие признаки. Ничего этого давным-давно нет. Я об этом как адвокат в Украине рассказал все 8 лет, что защищал украинских политзаключенных. Кстати, до какого-то момента это все со скепсисом воспринималось. Это очень легко они придумают. Возможно, административный состав он есть, предшествующий уголовному. Из нескольких административных может сложиться уголовная административная приюдиция. Я думаю, что именно этим ему и пригрозили. Уж там не знаю, что с ним делали для того, чтобы записать на камеру. Ну, грозили, наверное, может быть, давили. Как они свяжут? Ну, придумают из суммы постов заключение эксперта. Или исследование так называемое. Оно будет психолого-лингвистическое исследование, скорее всего. Ну, или заключение специалиста. Для административных дел это исследование вряд ли будет проводить. Ну, и напишут, что он, исходя из своих антигосударственных взглядов, с учетом операции СВО, занимался деятельностью по дискредитации российской армии и Российской Федерации вместе с ее вооруженными силами в связи с проведением этой СВО. Ну, как-то свяжут, наверное, поищут посты, поищут какие-то его высказывания, зацепятся. И все. Я думаю, там в состав положат не просто исполнение песни, хотя могут и ее. А, наверное, какую-то сумму постов его в Инстаграме или каких-то других соцсетях. Так что, это техника. Это не принципиально, это техника. Это техника, хорошо отработанная в 30-х годах. Это какая-то сталинщина, знаете. Когда повара арестовывают за то, что он, например, в меню написал «щи ленивые». Да, говорят, это «щи ленивые», значит, ленивые наши рабочие этого завода, и человека садят 20 лет лагерей. Это что-то похожее, мне кажется. Ну да, там были случаи, когда, значит, кто-то выписал Сталин мочой, когда вышел поссать. То есть, это приблизительно на том же уровне. Да, а какой у них другой исторический опыт? Вот давайте подумаем. Какой может быть, в принципе, иной исторический опыт у советской системы, у КГБ, несущей ее конструкции, которая, собственно, отвечала за репрессии? Они исходят из-за давно проверенных, понятных для них схем. Понимаете, был человек, найдется статья. Был бы человек. Поэтому в этом нет проблемы. В чем цель вот этих репрессий? Потому что чем отличаются репрессии от преследований? Давайте я вам объясню. Когда вы подвергаетесь преследованию, у вас остаются какие-то права. У вас адвокат, у вас там как-то вы можете хотя бы к чему-то оперировать, обжаловать, пытаться, значит, жаловаться на органы следствия, там, не знаю, на оперативные органы. А репрессии они этого не предполагают. Это функциональный террор. Как представили, не пришло, значит, разнарядка, да? Вот этих просто взять и по списку тысячу человек расстрелять. Все остальное уже не имеет значения. Я думаю, что ровно та же методика, скорее всего, приходят разнарядки. Вот по плану нужно органам, дабы оправдать свое существование, это ФСБ. Производная от них фактически, производная от них в системе МВД, это Центр-Э. Но он как бы сейчас больше утратил свой функционал, они все равно полностью контролируются ФСБ. Ну, это нужно выявлять. А для чего выявлять? Ну, чтобы не осталось лояльных и чтобы внушить страх всем остальным. Вот они смотрят на этого парня и говорят, ой, я так больше петь не буду, я буду тихо себя держать, не дай бог загреметь, это русская тюрьма, это же не норвежская тюрьма. Поэтому это делается для внушения страха, чтобы все цепенели от одной мысли, что можно сказать что-то против. Вот отсюда и массовый, и публичный характер этого всего, и они не скрывают это все. Ну, так бы тихо все делали. А они же, им важно показать, как он извиняется, или признается, или еще что-нибудь. Значит, в этом публичном элементе есть та задача, чтобы это посмотрели другие. Возможно, такие же, или пограничные такие же, которые, в общем, может быть, такими же взглядами, таких же взглядов придерживаются, чтобы они сидели тихо, понимаете? Вот еще одно громкое задержание. В Москве арестовали ученого-физика-журналиста Андрея Заякина. Его обвиняют в том, что он перевел в фонд Алексея Навального тысячу рублей. И в качестве доказательства предоставили выписку с банковского счета. Вот это очередное закручивание гаек. Вот с юридической точки зрения, с точки зрения просто здравого смысла, можно ли арестовать человека за то, что он перевел деньги в фонд? Тысячу рублей всего. Здравого смысла не ищите. Труд напрасный. Не надо тут искать здравого смысла, потому что это вы с рациональной точки зрения подходите. Они со своей. Все правильно, то, что надо. А не наоборот. Смысл здесь в следующем. Они формально признали ФБК, фонд Навального экстремистской организации. И перевод средств туда – это поддержка этой экстремистской организации. Но проблема в том, что, скорее всего, с высокой системы, я, естественно, материал в делу не видел, это задним числом признано нарушение, понимаете, которое они расценили как уголовное преступление. Потому что и фонд Навального де-факто признали с обратной силой закона. Они его признали как бы задним числом. Это конституционный принцип, закон обратной силы не имеет. Имеет. Мы же не знаем, когда он перевел. Он же не сейчас перевел явно. Он перевел когда-то, не знаю, может, в 18-м году, может, в 19-м, не знаю. Там для такого рода преступления, свой срок давности и так далее. Они присобачили к чему-то. Опять же, мы не знаем, может быть, там еще что-то в материалах дела. Это мы знаем из публичных рассказов, возможно, адвокатов каких-то, людей, которые в деле. Но для чего все это делается? Ну, этого Заякина хотят, чтобы он уехал за границу, скорее всего. Это месть вот за диссернет, да, его? Ну, конечно. Но он вообще, Заякин, был близок к ФБК, к Навальному. Он был, может быть, не самый активный участник этого всего. Но он диссернетом занимался. Он участвовал в каких-то там проектах вместе с ФБК. Так что, конечно, это за это самое его и преследуют. За что еще? Я так понимаю, что он многим чиновникам там насолил. Конечно. С расследованиями. Так, а вы знаете, у нас чиновники в России, это же все до единого коррупционеры и мошенники. Все до единого. Они все покупали диссертации. Там дурак на дураке. Какая диссертация? Я 10 лет писал эту диссертацию. Мне ее заворачивали несколько раз. Сказали, переписывай слишком публицистичный характер. Хотя это были всего лишь конституционные основы местного самоуправления. Там есть, знаете, сложнейшие требования, которые были, я в 90-х писал, никаких взяток и интернета не было, где можно было скачать. Требования были жутчайшие. Юридическим наукам жутчайшие. То есть, там вот есть автореферат, когда пишешь сначала его, да, там нужно описывать все это, вот эти методы частного научного, общего научного, системный анализ. И ты должен все доказывать, что ты именно этими руководствовался требованиями. Не дай бог, что-нибудь не так, да. Не дай бог. А в нулевые, с приходом Путина, стали штамповать эти диссертации за бабки, как, ну, я не знаю, трамвайные билеты. Вот. И это, почему произошло-то? Потому что это стало легко проверять. Потому что все это опубликовано в интернете. Все эти научные работы, кандидатские и докторские, они сейчас выложены в интернете. И очень легко. Это программка. Совпадение находишь, и ты видишь, у кого передрали. Понимаете? Да, я просто напомню, что диссернет помогает выявлять плагиат в диссертации. Да, именно так. Да, да, да. Именно плагиат. И поскольку есть интернет, ну, и вы сами понимаете, программ много для того, чтобы сравнивать, проводить контент-анализ, они выявляли. И выяснилось, что вообще у нас ни одного чиновника, написавшего сам диссертацию, просто нет. Ни юристов, ни экономистов, ни СССР, просто их нет. Они все нанимали, как это, негров, вот, как раньше говорили, литературных, ну, или там, научных негров, которые за них это пишут. А что делает такой писака? Он просто для облегчения труда берет деньги и просто-напросто уже имеющиеся работы просто их передирает, ну, как бы, переписывает. Вот этим занимался Заякин, там еще несколько человек были, он был не один в диссеренете, но он один из главных основателей этого диссеренета. Там и Гельфанд к этому имел отношение, доктор наук, и масса еще людей. Но, тем не менее, Заякин такой был политически ориентированный чел. И поэтому, соответственно, его и привлекли. Вот не только о задержаниях, но и о громких отставках хотели с вами поговорить. По данным британской разведки, министр обороны России Сергей Шойгу отстранили от руководства войсками из-за проблем в Украине. Как вы думаете, это возможно? И как теперь будет развиваться ситуация? Я просто убежден, что это так и есть, и это мы много раз обсуждали. Естественно, что как таковыми войсками он и изначально не руководил, понимаете? Потому что это не функция министерства обороны, этим занимается Генштаб. Там оперативные органы есть и так далее. Он вообще гражданский человек, он никаких военных училищ не кончал, академии вообще войсковых не кончал, поэтому руководить войсками с точки зрения операций он не может. Он занимается туалетами, едой, кормежкой, снабжением, госпитали, организацией работы и так далее. Министерство. А военными действиями занимается все-таки Генштаб. Это разный функционал. Поэтому другое дело, что есть уровень политических решений, которые поручались действительно Шойгу. Ну, не случайно, совершенно на Вашингтон-Пост, если вы видели, цикл статьи опубликовал и рассказал о том, что именно Шойгу переслал Резникову через вот этого Хренина ультиматум на первый или на второй день войны о капитуляции. Ультиматум капитуляции Украины. Но это же тоже не случайно. Именно ему поручили, понимаете? Резников ведь тоже не управляет военной операцией. Резников министр обороны, понимаете? Он адвокат. Но это не значит, что он не принимает политических решений. Шойгу, конечно, определенный объем политических решений за собой нес. Он близок действительно к Путину. Вот то, что показывает Хронику, они ездили весь прошлый год и до этого в тайгу к нему, в Туву. И теперь мы и тогда-то понимали, я вот об этом стримы делал, что они разговаривают о войне. О начале масштабной войны. Так оно все и получилось. Но только одна важная разница. Он же ведь как говорил? Блицкрик. Он, видимо, обещал, что у нас все готово. Разворован, не разворован. Но мы решим вопрос 2-3 дня. Ну хорошо, в неделю. А этого не произошло. Кто-то же должен отвечать. На Шойгу списать очень просто. Потому что он человек туповатый. Все годы 90-е и последующие из него рисовали какого-то талантливого управленца. Который везде все может наладить. Ну как дело в руках горит. МЧС. За что не возьмется. Московскую область вот он возглавлял. Везде все успешно. А вот Министерство обороны, как выяснилось, с учетом начала войны. Если бы за 2 дня она прошла, может и не узнали бы о том степени развала российской армии. Что она никакая не вторая. И то, что в ней творится, напоминает армию такую, знаете, варваров. Какую-нибудь на перекрестке тысячелетий. Которые, значит, повезет, выиграют. Не повезет, всех перебьют. И это не в последнюю очередь. Он уже там больше 10 лет. Сколько он после Сердюкова-то возглавляет. А Минобороны, так сказать, при нем все разворовано. В том числе. И до его предшественников. Но и при нем. И это результат. Вот то, как идет специальная военная операция, это результат этого разворовывания. Потому что про него ходят легенды о его любовницах, работающих в Министерстве обороны. Жена, которая контрактами занимается. Там доча. Там все, понимаете. Это государственная кормушка. Я думаю, по сумме это вызвало предельное раздражение самого Путина. Потому что обещал одно, а получилось вот как получилось. И поэтому я думаю, что он действительно в опале. Ну да, все мы видели эту логистику. И как российские солдаты летом были еще в зимней одежде. Так и есть. Так и есть. Так и есть. Но там не только это. Там есть и более крупные вещи. Да, это самое элементарное. Да, паечки такие, которым по сто лет уже там все это сгнило и так далее. Но это старая история. Понимаете, этим занимаются абсолютно все. Но он-то министр обороны. И на него проще возложить эту ответственность. Там меж собой, в аппарате, внутри. Его не снимут, скорее всего. До конца операции. Если только не понадобится чья-то голова. Если вдруг Херсон где оккупирует вооруженные силы Украины. И скажет, ну а все виноват в Шойгу. Это же проще его обвинить, да? А он может и виноват. Но это не в этом суть. Все равно должен быть стрелочник всегда. В этой системе отношений без стрелочника нельзя. Это не значит, что его там расстреляют. Или раскулачат слишком сильно. Нет, скорее всего переведут куда-то вниз. Или там на пенсию отправят. Но это будет после. Потому что сейчас нельзя подорвать моральный дух. Как им представляется. Армии. Потом заметьте. В этой операции огромное, непропорционально огромное количество бурятов, тувинцев. Других азиатов. Так? Это же не случайно. Сам Шойгу тувинец. Поэтому он оттуда кадры и черпал. Ну, на первом этапе войны. Сейчас-то перебили очень много. А так-то, в принципе, почему вот это происходило? Да потому что это выгодно. Якуты, буряты, тувинцы из самой глухой провинции азиатской. Вот их можно всех привезти и, так сказать, бросить, как мясо пушечное. Я думаю, что это не случайно. Наверное, в этом и интерес был определенный. Давайте Шойгу тувинец. Он сможет эти все народы поднять. Так что в этом тоже есть зависимость некоторая и интерес. Наверное, скорее всего, соплеменники когда-то ему это вспомнят, судя по всему. А это не исключено, не исключено. Ну, посмотрим, когда это будет. Потому что, ну, он народ-то перебил хорошо. То есть, получается, знаешь, бурятов повымело и тувинцев. Понятно, что, вот честно скажу, никому не жалко. Вот те, которые поехали, вот это, бучи были. Чего их жалеть-то? Ну, и убили, и убили. И хорошо. А другой вопрос, что остались те, и там много порядочных. Мы же народа не обвиняем. Мы говорим об отдельных представителях. Ну, а для них-то это катастрофа. Потому что по существу бросили в чужую страну, в которой они никогда не были. Представления не имели, что это за Украина такая. Они жили там у себя в Азии. И вдруг они должны поехать куда-то что-то занимать, убивать, кого-то резать. Понимаете, сама по себе постановка этого вопроса. Вот так, если в историческом контексте, это же безумное абсолютно. Ну, совершенно же безумное. Ну, вам надо, идите воюйте. Пусть Путин вместе с Шойгу и шли боевать. Но, конечно, им припомнят. Я думаю, еще это все впереди. Вот такой вопрос. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что дети мигрантов, которые не владеют русским языком, не должны учиться в российских школах. Как это заявление вы можете прокомментировать? Ведь что получается, сейчас мигрантов из Таджикистана, Узбекистана массово вербуют на фронт. То есть, вы идите умирать за Россию, но ваши дети нам не нужны. Да, и вы тоже не нужны. Да, все там они не нужны. Я думаю, что их через Министерство обороны это невозможно. Это пока не позволяет закон. А вот через ЧВК лиц с иным гражданством там можно привлекать. Я думаю, там в основном идут из Донбасса с украинскими паспортами или там уж я не знаю с какими. Но я не исключаю, что и киргизы, и таджики могут. Но они есть в каком-то, но очень незначительном числе. Потому что вот они-то как раз держатся от этого в стороне. А с чего это они должны принимать участие в этой военной операции? Даже за деньги. Они, значит, тут подметали, а тут их предлагают иди-ка ты повоюй. Что касается этого всего. А как интересно, они заставляют знать русский язык. А у меня тогда вопрос. А что ж вы на оккупированных территориях, вот этот Михалков, видели, значит, заявлял, что, значит, главная угроза, главный русофобский инструмент, это он перед педагогами выступал. А те, значит, кивают, видели, кивают в Москву. Да, так, говорят. Это украинский язык. То есть они, понимаете, как почему-то не дают права знать свой собственный родной язык и постепенно в школе изучать вот таким детям из Таджикистана язык государственный, каким русский является в России. А, значит, на оккупированных территориях они, значит, считают, что могут этот язык, который является главным языком, они с ним родились. Они не к вам приехали в Россию. Они у себя там разговаривают. Где-то в Херсоне, там, не знаю, в Запорожье на своем языке. Но нет, оказывается, нужно уничтожать этот язык. То есть если представить себе, что Россия вторгнется в Таджикистан и, допустим, захватит всю весь Таджикистан, они будут переучивать русским языком. Потому что будут считать, что говорить на таджикском – это признак русофобии. Понимаете? То есть, ну, обычная имперская такая, я бы сказал, политика. Если уж вы не хотите видеть таджиков и их детей, ну, так не пускайте в страну, введите миграционный режим. Это было бы честнее. Значит, они их сами завозят. Те как-то укореняются. Да, и потом, значит, вот такие... Потом они говорят, что их дети не будут учиться в российских школах. Не будут учиться в российских школах. А зачем им учить детей, вот так, если разобраться? Им нужны дворники, им нужны... Он не учится в школе, не получает среднего образования, прав никаких. Да, сам то ли без гражданства, то ли с таджикским гражданством. Ну, вот рабов подневольных – это хорошо, это доброе. А вот, как бы, язык и все остальное – это привилегированная участь. Особенно где-нибудь в столицах, в Москве. Попробуй в школу, попади без взятки. Поэтому, на самом деле, это обычная та же имперская вот эта карусель бесконечная. И вот этот Федоров, да, Федотов. Падеев, Падеев. Падеев, да. Он бывший журнал «Эксперт». Он его разорил, обокрал несколько, значит, по кредитам банков. И, значит, вылизывал все задницы, стал вот этим руководителем. Но она сама по себе, та еще организация СПЧ, я с ней сталкивался и при других начальниках. И Федотов там раньше сидел, я его узнавал. И Лукин. Чтобы вы понимали, все стукачи. Все сотрудничали с Лубянкой всю свою жизнь. И Федотов, и Лукин. И этот товарищ тоже, безусловно. Про права человека там речи не идет. Это люди не про права человека. Это обычные госчиновники, которым что порочат, то они и делают. А вот этот Фадеев, он самый тупой и жадный из всех. Понимаете? Ну, чистый жулик. Поэтому все, что они там делают и говорят, это абсолютно не имеет никакого значения. Таджикам за лучшее было бы просто взять да уехать к себе домой. Еще один вопрос хотели с вами обсудить. Российская Федерация специально обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Как вы думаете, чего они добиваются? Вот уже они добились, что двух экспертов из США и Великобритании исключили из этой миссии, которая поехала в Украину. Теперь чего? А я так и говорил, что они скажут, что там сотрудники ЦРУ едут. Поэтому они не принимают представители МАГАТЭ, потому что они все сотрудники ЦРУ. Я просто убежден, что именно под этим предлогом они еще что-то такое придумают. Вот. Обстреливают коридоры. Ну, они же без желания вот в это во все. Вот представьте, приезжает комиссия МАГАТЭ из территории Украины, о чем спор и стоял, с какой территории сотрудники МАГАТЭ должны на Запорожье КС прибыть. Значит, российская сторона настаивала через Россию, там, из Москвы и кружным путем. А Киев однозначно говорил, ну, как-то, с какой стати? Это наша территория, Запорожье и так далее. Хотите, езжайте из Киева. Я буду осторожен в оценках, но я глубоко убежден, что в Москве это очень нежелательно, чтобы они прибыли туда. Понимаете? Потому что помимо выяснения вопроса, кто что обстреливает, там ведь есть хороший вопрос, который вам вдруг могут задать. А зачем вы боеприпасы разложили рядом с энергоблоками? Они там есть. Они там есть. А зачем вы работники пропадают, у вас их в лес вывозят? Вот у нас есть информация такая. Ну, допустим, от украинских спецслужб или украинской стороны. А вы зачем все это делаете? А мне не кажется, что вам лучше покинуть территорию Запорожья КС? Отойдите на 50, на 60 километров. Пусть она работалась и работает. И, так сказать, обеспечит электроэнергией регионы Украины. Но ведь там цель-то стоит захватить, электроэнергию перенаправить в Россию, ну или подконтрольные территории, и прекратить эту подачу на территорию контролируемой Украины, правительственными силами. А как вы считаете, а вот о визит МАГАТЭ, вот это о чем? Это, в принципе, опять выразить обеспокоенность? Или могут быть какие-то реальные решения, какие-то реальные действия с их стороны? Я не очень представлю, какие. Понимаете, может ли МАГАТЭ путем своего мониторинга в дальнейшем добиться, чтобы российские войска ушли с территории Запорожской АЭС? Для меня, мне кажется, нет. Но я, так сказать, ничему удивлюсь, если в условиях шантажа неудавшегося нуклеарного, который используется Запорожская АЭС со стороны Москвы, ну, можно предположить, что какие-то договоренности могут быть достигнуты. Но ведь, опять же, повторяю, там многосторонняя цель не только занимать Запорожскую АЭС, не только использовать ее как средство шантажа, или вы идите с нами на мирные переговоры, на прекращение огня, не вздумайте наступать на Херсон, и мы тогда, значит, Запорожская АЭС не взорвется. Там энергоблоки шесть этих не взорвутся. Но еще и вторая, то же они крадут электроэнергию. Они намерены воровать с Запорожской АЭС электроэнергию вырабатываемую, да, атомной станцией. А это, понимаете, если покинуть эту станцию, то ты и не сможешь эти генерируемые мощности отправлять в другую сторону. Поэтому мне кажется, что из этой миссии мало чего получится. Ну, я скептик по этому поводу. Спасибо вам за ваши комментарии. Спасибо. Я напомню, Марк Фегин, российский политический деятель, адвокат.